Память о Великой Отечественной войне Каждый этап уникален. Первый стартовал в Бресте в год 70-летней годовщины Победы. Потом эстафета побывала в Минске, Ленинграде, Новороссийске, Сталинграде, Смоленске, Туле и Мурманске. Теперь шагает по городу-герою Москве. Гильдобот стояла у истоков создания акции, признается. Выделить самый запоминающийся этап невозможно. Я бы не выделяла ни один город. Все достойно и встречали нас, и достойно хранят память тех людей, которые погибли, защищая эти города. Фронтовое письмо-треугольник, шапка-ушанка, ручная противотанковая граната. Уникальны и артефакты. Леонас Крегжди уверен, каждый символ – важная часть нашего национального самосознания, стержень патриотического воспитания. Патриотическое воспитание – это фундамент нашего существования, стержень. Поэтому, как мы научим молодое поколение, как мы поставим их на ноги, как мы будем стараться привить им навыки патриотизма, любви к родине и так далее. Это очень важно. Организовать поездку, установить связи между Одинцовским округом с городами-героями, чтобы, наконец, обрести друзей в разных регионах страны и даже за полярным кругом. К каждому этапу эстафеты подготовка серьезная. Игорь Кузнецов – врач. Несмотря на занятость, признается, хоть отправляется в первую очередь исполнять свой профессиональный долг, каждый раз с удовольствием погружается в историю Великой Отечественной. У меня у самого пятеро детей растут. Я им все это рассказываю и считаю, что для их воспитания это очень важно. Разнообразная и насыщенная программа – спектакли, концерты, конкурсы творческих работ. Но цель одна – сохранить историю о подвигах героев. За многие годы эстафета «Салют Победе» стала визитной карточкой округа не только в регионе, но и в городах-побратимах. Олеся Лукина, Денис Харламов, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.